Друзья, всем привет! Если кто-то есть, кто не спит, можем попробовать пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Задавайте. Погода у нас просто шикарная. Кому добрый вечер, кому добрый день. У нас здесь только пол третьего дня. Около 35 градусов со знаком плюс. Тяжело без очков находиться. Чтобы не чихать, одену очки. Проще, может, будет общаться. Что, давайте поотвечаем на ваши вопросы. У кого есть какие вопросы по питанию, по тренингу? Да, я слышал, тоже сегодня общался с родителями, что Россию там засыпает снегом. Температура не очень хорошая. Приезжайте к нам, потренируемся, отдохнем. Океан. Мексиканский залив. За Таню поболеете. У нее вот уже 20 числа выход на сцену. Так, какой совет нужен? Спасибо за важные и нужные советы. А, на здоровье, друзья. Стараюсь, чтобы вам было хорошо. Не знаю, такие ролики нравятся, не нравятся. Не подготовленные. Вроде как бы не влогер. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддерживает. Спасибо хейтерам тоже. Благодаря вам есть смысл развиваться дальше. Стимулируете нас. Как худеть в 14 лет? Да точно так же, как и в 20. В первую очередь, чтобы худеть, нужно создавать дефицит калорий. Но ни в коем случае не диетой, а вашей активностью. Только физическая активность будет давать вам идти к вашей цели. Самое главное, что вы должны понимать, это нужно избавляться от пищевого мусора, понимать, как и что, и когда вы едите. А для этого просто изучайте мои статьи о питании. В первую очередь, похудение от ОДАЯ и инсулин. Вот это две основные статьи, изучив которые, вы сможете разбираться в любом вопросе относительно питания и получать хорошую, качественную информацию, применять ее на практике, достигать своих целей. Так, Егор, правда, что с варикозом нельзя приседать. Это все чушь, друзья. У меня есть статья и видео о том, как тренироваться, каких принципов придерживаться, если у вас варикоз или предрасположенность. И настоятельно рекомендую. Пару часов назад я на своем канале выложил шикарное видео, называется «Варикоз. Второе сердце». Это о тренировке мышц голени. А кто из вас тренирует голень? А голень, оказывается, это второе сердце, которое помогает крови возвращаться к сердцу. Все мы знаем, что сердце, по артериям от сердца отходит кровь, возвращается она по венам. Так вот, у вен стенки гораздо менее плотные и упругие, чем у артерий. И когда вы тренируете голень, то они как насосом помогают сердцу возвращать кровь к сердцу. Естественно, кровь бегает лучше. Естественно, у вас не будет проблем с сосудами. В венах есть специальные такие клапана, которые не дают крови отходить, для того, чтобы как раз соблюдалась вот эта циркуляция правильная. И голень нужно тренировать даже просто, если вы не занимаетесь в тренажерном зале. Можно это делать легко и просто дома. И в первую очередь обратить внимание на комбаловидную мышцу, потому что именно она называется вторым сердцем. И она, кстати, самая массивная. Хоть ее и не видно, то, что мы видим, это икроножные мышцы. Но тренировать нужно преимущественно комбаловидную, а тренируется она тогда, когда у вас колени согнуты. Вы можете просто сесть на стульчик, поставить ноги на носки, на книгу и делать сгибания в голеностопном суставе. Грубо говоря, подниматься на носки и опускаться вниз. Когда станет легко, ставьте на коленки какое-нибудь дополнительное отягощение. Сажайте ребенка, жену, мужа. А если вы ходите в тренажерный зал, то, естественно, вы найдете такой специальный станок для этого. Так, следующий вопрос. Егор, во время конкурса будет прямая трансляция станет? Да, я постараюсь. Если даже не будет прямой трансляции, то я обязательно сниму видео об этом. Вы все увидите, посмотрите, поболеете за нее. Моя мама очень полная. Стала сейчас питаться правильно, но нужно добавить занятия. Подскажите лучшее, силовые, с чего начать. Вес большой. Так, друзья, неважно в каком возрасте вы хотите начать тренироваться, это в любом случае принесет пользу. Естественно, начинать нужно грамотно. И чем в более зрелом возрасте вы находитесь, тем меньше пользы вам принесет кардионагрузка. Особенно, если у вас излишний вес. Будут проблемы вообще совсем. Еще и добавятся с суставами проблемы. Чтобы этого избежать, нужно, естественно, прибегать к силовому тренингу. Очень здорово, что ваша мама стала питаться правильно и грамотно. И я настоятельно ей рекомендую начать свои тренировки, ознакомления с тренажерным залом именно с статодинамического тренинга, тренируясь по силу Янову. Во-первых, не будет перегружаться связочный аппарат, не будут перегружаться суставы, потому что там не нужен большой вес, можно вообще делать упражнения без веса. И, естественно, не будет повышаться давление, что очень важно в таком возрасте при излишнем весе, потому что это может быть причиной еще более плохого состояния здоровья вашей мамы. И я настоятельно рекомендую не делать кардио, пить побольше жидкости, именно чистой воды, избавиться от приема, по крайней мере, на время кофе, чая и не принимать никакую молочку. Но статодинамика будет очень полезна и будут пережигать свои жиры, если она питается правильно, как вы говорите. Про рабочий... А, про рыбий жир вы статью повесили о вреде. Так, что-то не понял. Про рыбий жир опять. Про рыбий жир что нужно знать, друзья? Лучше всего принимать жиры омега-3. И принимать те жиры... Там белка бегает, если кто видит. Они у нас здесь прям как кошки и собаки в России. Омега-3 жиры должны быть из качественного сырья, из рыбы, которая жила, росла в холодных водах. Только такая рыба содержит качественные жиры омега-3. Любая другая рыба, которая из теплых морей, или которую фермеры выращивали, зачастую не содержится в холодной воде. Естественно, кто за этим будет следить. И уровень качества таких жиров очень-очень низкая. На это стоит обращать внимание. Так, что дальше? Очень быстро идут, не все успеваю читать. На стену опубликовали о вреде рыбы для мужчин. Это я опубликовал, помню, статью. Одну исследование для того, чтобы мы с вами задумывались, думали своей головой. Это не моя статья. Я тоже ее читал. Тоже не знаю, насколько все это правда. Насколько все это действительно полезно с точки зрения. Потому что мой опыт показывает, что все-таки рыбий жир, жиры семейства омеги, очень-очень полезны. Но, как и любое другое вещество, наверняка накапливаясь в организме, оно может быть и вредным. Поэтому принимайте любую добавку с перерывами. Тогда будет вам польза. Доказано не раз уже исследованиями, что жиры, хорошие жиры, они помогают нашему организму и суставам, и коже, и костям, и связкам. Поэтому думайте сами, решайте сами. Так, друзья, что следующее? В день без тренировки инсулин вообще... Так, не успел прочитать. Друзья, в день без тренировки старайтесь не есть быстрые углеводы вообще. И пищу, которая может спровоцировать резкий выброс инсулина. Это очень важно. Для того, чтобы накапливать, наращивать мышечную массу и избавляться от жира, крайне важно, чтобы уровень инсулина поднимался у нас только один раз резко. Это сразу по окончании силового тренинга или классического кардио. Я уже не раз об этом говорил. Можно ли худеть 15-16 лет по твоим рекомендациям? Конечно, можно. Чем раньше вы будете оснакомливаться со здоровым питанием. Ведь то, что я рекомендую, это не какие-то диетологические приемы для больных людей. Нет. Наоборот. Это то, как можно быть здоровым, оставаться здоровым. И поэтому любые мои рекомендации в первую очередь через призму сохранения и улучшения вашего здоровья. Ну, никак по-другому. Только так. Так. На похудение нужны омеги. Кстати, да, омеги на похудении крайне важны, потому что в основном мы будем играть понижением, повышением углеводов. Ни в коем случае отказываться от них полностью не будем. И для того, чтобы организм оставался в хорошем функциональном состоянии, нам нужны будут жиры семейства омеги. Очень-очень нужны. Так. Покажи пресс. Да пока показывать нечего. У меня 16% жира в организме. 16,3% мерил позавчера. Поэтому до ярко виденных кубиков пресса еще далеко. Во время русских наклонов сильно задействуются мышцы икр. Даже сводят. Да, друзья, и этого бояться не нужно. Просто люди не знают и зачастую девчонки в первую очередь паникуют. Когда вы делаете сгибания в коленном суставе, у вас работают икры. По той простой причине, что крепление у них такое. Это только комбаловидная мышца работает для того, чтобы сгибался голеностопный сустав. Но когда вы делаете любые сгибания в колене, у вас все равно будут работать икроножные. И если у вас от сгибаний болят икры, то это говорит о том, что у вас проблемы с этими мышцами. Они недотренированы. Нужно уделить им особое внимание. Это крайне важно. Сойдите сейчас же на мой сайт или на мой канал YouTube. Пару часов назад я выложил очень важное видео об этом. Вы, не тренируя икры, рискуете очень сильно. А если вы их тренируете, то вы наоборот снижаете риск очень многих заболеваний. В том числе и таких, как варикозное расширение вен и многих других. Ознакомьтесь с этим видео. Оно очень коротенькое и будет вам полезно. Сколько грамм жиров должно быть в день у девушек? Так, хороший вопрос, но я никогда и мои ученики, даже вот Таня, которая скоро будет выступать, мы не считаем калории, не считаем граммы. Как правильно подходить к этому вопросу? У меня есть статья, есть видео, ознакомьтесь с ним, с этой информацией, чтобы здесь я не повторялся, потому что это очень важная информация и в двух словах ее не рассказать. Сколько грамм? Так, это тоже. Геморрой от тяжести не появится. Кстати, геморрой это тоже очень серьезное заболевание. У меня есть об этом видео, в отличие от многих других. Я не избегаю подобных тем, потому что эта тема действительно преследует многих. Скажу следующее. Если вы не натуживаетесь, если вы не тренируетесь в отказ, не задерживаете дыхание, правильно питаетесь, у вас хороший стул, у вас никогда не будет геморроя. А если вы натуживаетесь, задерживаете дыхание, если вы некачественно питаетесь, то геморрой у вас появится 100%, даже если вы не тренируетесь, не занимаетесь отягощениями. Вот вам простой пример дальнобойщики. Практически у каждого геморрой. Только из-за того, что режим питания вообще никакой. Трениц с грыжей. Ну, друзья, это уже как бы несерьезно задавать мне такие вопросы. Вы все знаете, что у меня и грыжи, и протрузии, что у меня 3 года лечили, мучили врачи, мне становилось только хуже. Но сейчас вы видите, я же и приседаю за 200, и тяну за 200, и работаю абсолютно во всех упражнениях. И даже делаю тягу в наклоне иногда. Конечно, уже не с такими большими весами. Но при этом я еще и играю в хоккей вратарем. И меня ничего не беспокоит. У меня очень много видео, у меня очень много статей на эту тему. Я целиком и полностью рассказал, как я избавился от этих проблем. Найдите их и изучите. И действуйте. В приседах болит поясница. Тренер против приседов только в смите советует. Прошу обучить технике. Друзья, я никому не рекомендую приседать в смите, потому что вы получите еще больше проблем, если будете делать или пытаться делать классические приседания в смите. Особенно если вы девушка, женщина, очень негативно влияют такие приседания, классические, повторяю, в смите. Не гаг-приседы, когда вы далеко выставляете ноги вперед, а именно классические приседания, потому что репродуктивная система, ваши внутренние органы пострадают от этого. Лучше научитесь грамотно приседать. Поясница болит у вас не из-за того, что вы приседаете, а поясница болит у вас по ряду других причин. Тот, кто грамотно, технически приседает, у кого не болит поясница, нужно тренировать экстензии, нужно обязательно делать гиперэкстензии. И, возможно, у вас просто проблемы уже с позвоночником в поясничном отделе. Может быть, у вас спазм внутренних ягодичных мышц, которые защемляют нерв. Причин очень много. Нужно разобраться и действовать. В первую очередь, тоже изучите мои статьи о грыжах, протрузиях. Найдете мою гимнастику. Так, спрашивают о глютене. Друзья, глютен, на мой взгляд, не так он и страшен. Насколько я знаю, людей в мире, которые действительно не переносят глютен, 1%. А как вы думаете, сколько процентов людей в мире, которые не переносят лактозу? Кто не знает, скажу, 5%. То есть, тех, кто не переносит глютен, 1% и людей, не переносящих лактозу, 5%. Делайте выводы сами. Единственное, что действительно вредно, друзья, это трансжиры. Никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя употреблять, принимать трансжиры. А всему остальному есть время, только нужно знать, когда и что принимать. Когда у вас не будет никаких проблем. Пролистайте вопросы. Друзья, я не знаю, как сейчас. А, вот, нужно просто назад. Сколько надо тренироваться, чтобы потом можно было съесть быстрые углеводы? Друзья, после любой силовой тренировки и после интервального кардио нужно сразу есть углеводы. Сразу. Не нужно ждать, не нужно идти в раздевалку, не нужно идти домой, тем более. Если вы пришли домой, то все, время для быстрых углеводов закончилось. И многие путают и упрекают меня, что давно доказано, что якобы углеводно-белковое окно действует еще очень долго, что организм после силовой работы накапливает гликоген 12 часов и 24 часа. Действительно, это правда. Нет никаких белково-углеводных окон. Но я вам про них-то и не рассказываю. Я вам рассказываю о инсулине, о том гармонии самом мощном, который именно, если вы будете его повышать после того, как вы тренировались, будет позволять вам накапливать мышечную массу и пережигать жиры. Здесь нет ничего общего с белково-углеводными окнами. Вообще ничего. Точно так же, как многие не понимают связи мозг-мышца, точно так же, как многие не понимают связи сила и мышечная масса, точно так же многие не хотят услышать этого. И даже если вы не верите в инсулин, ну мы все, конечно, не понимаем глубоко, как биохимики, как это все происходит внутри. Да мне это и не интересно. Мне интересно, что это сработало на практике и сработало абсолютно на всех, кто это попробовал. Танюшка так вообще просто прекрасно выглядит. После приседаний стала перекашивать раз и достать невозможно от боли в тазобедренном. Какими упражнениями заменить? Ну, сначала разобраться нужно, в чем причина. И найдите мою гимнастику и делайте ее. Делайте экстензии, гиперэкстензии. И я уверен, что у вас и с приседами все пойдет. Поймите, заменить приседания нельзя. Вопрос, чем заменить присед или тягу. Друзья, заменить нельзя ничем. Вы можете отказаться от этих упражнений и делать другие. Но замен этим упражнениям просто не существует. Это единственные два упражнения, которые воздействуют абсолютно на весь наш организм и дают колоссальный толчок для выброса гормонов. Есть другие упражнения, которые выбрасывают гормоны в кровь. Если вы хотите приседать ради ягодиц, то делайте гормоновыбрасывающее упражнение, любое другое. И сразу после этого делайте ягодичные мостики тяжелые. Ягодичные мостики, современные исследования показывают, говорят, что они даже лучше, чем приседания воздействуют именно на ягодичные мышцы. Ну и, конечно, техника, техника, еще раз техника. Техника решает все. Так, друзья, держу телефон, как вы просили, но читать очень неудобно. Егор, на отстающие мышцы сколько нужно делать подходов. Друзья, специализация это вообще отдельная тема. Я думаю, что сниму на нее видео, потому что, к примеру, специализация на спину, она будет совершенно кардинально отличаться от специализации на руки. Я думаю, не нужно объяснять почему, да? Все-таки спина это одна из самых крупных мышечных массивов, а руки это маленькая вещь. И перетренироваться, тренируя спину, сложнее, чем перетренироваться, тяжело тренируя руки. Тренируя руки, можно очень быстро прийти в перетренированность, причем общую перетренированность. Это очень-очень важно. У самого смещения позвоночника приседаю 120 кг. Респект. Два часа можно тренить. Зачем? Ваша силовая тренировка не должна превышать 50 минут. После 50 минут, как вы начали таскать железо в организме, уровень анаболических гормонов резко падает, снижается, возрастает уровень катаболических гормонов. Если вы не принимаете фарматологию, если вы натуральный атлет, то ни в коем случае, друзья, никогда не тренируйтесь больше 50 минут. Естественно, плюс время, необходимое на разминку и заминку. Ну что, друзья, буду заканчивать, так как хочу еще перед тренировочкой искупаться в бассейне. Здесь вот у нас такой большой бассейн с общей такой водичкой. Там вот у нас водопадик с ледяной водой. После тренировки вообще шикарно для восстановления. А вот ближе, перед водопадом, это джакузи с огромной горячей водой, что очень классно бывает, когда прохладненько. После тренировки люблю попрыгать с одного бассейна в другой. Ну что, друзья, на этой позитивной ноте буду заканчивать. Настоятельно рекомендую всем срочно пойти на мой канал Heavy Metal Gym на YouTube и посмотреть последнее видео. Оно очень короткое, но очень полезное. Особенно для девчонок. Но и парням будет полезно. Оно о том, как избежать многих проблем, просто-напросто тренируя голени, икроножные мышцы. Надеюсь, вам было интересно. Пишите мне обязательно в комментариях, хотите ли вы, чтобы я продолжал делать подобного рода ролики, потому что это не свойственно все-таки моему каналу. Я больше люблю делать какие-то информационные подготовленные ролики. А это больше похоже на влоги, да? Но мне приятно с вами общаться, есть в этом своего рода кайф. Надеюсь, и вам тоже. Ну что, друзья, всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...